По итогам работы социальной комиссии на голосование Думы был вынесен проект по дополнительным мерам соцподдержки населения. Теперь бесплатный проезд в городском автомобильном транспорте будет доступен и для школьников города. Проектом предусматривается предоставление бесплатного проезда без учета ограничений по количеству поездок, а также включение дополнительной категории, а именно учащихся образовательных организаций начального, основного, общего, среднего общего образования. В следующем году город станет еще светлее. Сейчас готовы проекты по освещению территорий трех детских садов. Еще по десяти точкам составляют документы. С января за уборку микрорайонов будет отвечать новый подрядчик, а работа с бездомными животными продолжится в прежнем объеме. На заседании обсудили и главный вопрос – бюджет города на следующий год и плановый период двух последующих лет. В Думе предлагают утвердить основные характеристики бюджета города Нефтеганска на 2024 год с общим объемом доходов в сумме 11 миллиардов 962 миллиона и общими расходами в сумме 12 миллиардов 864 миллиона. На проект решение получено заключение счетной палаты. Комиссия предлагает утвердить бюджет города. Бюджет города сохранит свою социальную направленность. Так, в 2024 году на социальную отрасль направят 66,9% расходов, а на экономику ЖКХ и экологию – 23%. Проголосовали депутаты из-за принятия стратегии социально-экономического развития города на ближайшие 27 лет. Депутаты отметили недоработки данной стратегии. Документ очень объемный. Всем городу жить и работать много лет. Мы не совсем были согласны. С целью дополнительного обсуждения вчера прошло заседание рабочей группы, на котором также были заданы ряд вопросов. Комиссия рекомендует принять предложенную стратегию. По личному заявлению полномочия в связи с отставкой по собственному желанию сложил депутат Сергей Османов. По каждому вопросу представители команды Югры голосовали единогласно. В завершение заседания они утвердили план работы Думы на предстоящий год. Екатерина Балакина, Рамазан Бурниев, телерадио компания «Юганск».